Не заболевшим гриппом, у многих выявлена его опасная разновидность. Штамм H1N1, более известный как свиной. Вирус развивается стремительно, даёт тяжёлое ослаждение. В этом году волна заболеваний впервые идёт с юго-запада, со стороны Украины. Группе рисков пенсионеров, беременных женщин и детей. Эту девочку после трёх дней домашнего лечения прямиком отправили в реанимацию. Высокая температура, тошнота, в неё грипп. Какой, покажут лабораторные исследования. В Ростовской области тяжёлой формой гриппа сейчас болеют более 80 человек. Вирус H1N1 сегодня официально подтверждён у 50 из них. Ранее трое уже скончались от пневмонии, вызванной этим вирусом. Всё, что мы имеем, к сожалению, негативное, сегодня связано с поздним обращением пациента за медицинской помощью. Даже на вторые сутки мы уже видим изменения в лёгких, а третьи, четвёртые сутки уже эта пневмония цветущая, а если обращаются на пятые, шестые, то уже вообще иногда правный процесс необратимый. Как потом оказалось, никто из погибших не был привит от гриппа, хотя вакцина, заверяют в Роспотребнадзоре, как раз помогает с ним бороться. Наши исследования показывают полное совпадение штамма вакцинного и штамма циркулирующего. Мы можем сказать о том, что вакцина полностью защищает в этом сезоне от циркулирующих вирусов гриппа. В группе особого риска дети, беременные женщины и пенсионеры. Достаточно оказаться там, где собирается много людей. Ведь ребята, попавшие в инфекционное отделение сразу после праздников, на каникулах посещали спектакли и новогодние представления. Что было после, 10-летний Максим почти не помнит. Очень тесно, придумал, не помнил вообще, что там стало, что стало. Если при ряде инфекционных заболеваний состояние может ухудшаться в течение нескольких дней, то при гриппе состояние ухудшается в течение нескольких часов. Высокая температура, прям совсем до 40, а держится около 3 дней. Специалисты уверены, что этот вирус пришел к нам с Украины, где сейчас распространяются самые опасные виды гриппа. Ростовская область, как приграничная территория, оказалась на его пути первой. Этот вирус уже и в Краснодарском крае, и в Дагестане, в Республике, ввели карантин во всех больницах и создали штаб по борьбе с распространением гриппа. Тем не менее, пятеро умерли от пневмонии. У 59 пациентов выявили все тот же H1N1. Есть грипп, конечно, безусловно. Ежедневно на штабе мы заслушиваем информацию, определяем оперативные меры по недопущению распространения гриппа. И, конечно, практически ежедневно 2-3 случая подтверждения имеют место. Впрочем, несмотря на разбулявшийся грипп, российские медики держат ситуацию под контролем и дают несколько простых советов, чтобы не заболеть. Во-первых, избегать по возможности людных мест. Во-вторых, мыть руки чаще обычного. Ну и желательно в такой период носить медицинскую маску даже на улице. Хотя в России это до сих пор как-то не принято. Юлия Чумакова, Сергей Чеботарев, Гусейн Гусейнов, Дмитрий Синицын и Виктор Гребеневов. Первый канал. А в столице Украины Киеве из-за гриппа сегодняшнего дня объявлен карантин в школах и вузах. По официальным данным, эпидемиологический паром в городе не превышен. Однако, как заявил главный санитарный врач города, от гриппа штамма H1N1 скончались 5 человек. За помощью к медикам только с начала этой недели обратились более 12 тысяч. В целом, по стране, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 25 человек умерли в результате различных осложнений. Женство свиного гриппа есть и в Армении. Там, по официальным данным, в Министерстве здравоохранения Республики скончались 14 человек.